МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Говорит и показывает город-герой". Севастопольское информационное бюро первой новости города. В студии Марина Иванова. Здравствуйте. Первоочередные мероприятия по водоснабжению Крыма и Севастополя будут профинансированы из Резервного фонда России. Об этом сообщил директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов Минэкономразвития России Вадим Павлов на Комитете Совета Федерации по экономической политике. Передает пресс-служба Министерства. Павлов рассказал, что в комплексном плане по обеспечению надежного водоснабжения полуострова первоочередные мероприятия, которые будут завершены до конца 2020 года, и те, которые носят среднесрочный и долгосрочный характер. Всего в плане на 2020-2024 годы предусмотрено 14 мероприятий, на которые из федерального бюджета направят 48 миллиардов рублей. В текущем году профинансированы первоочередные 6 мероприятий плана на общую сумму 5 миллиардов 83 миллиона рублей. К первоочередным были отнесены мероприятия по снижению потерь в сетях водоснабжения обоих субъектов России, геологическое изучение и разведка водозаборов для увеличения использования подземных вод, строительство водозабора на реке Бельбек, с очистными сооружениями и переброска воды между существующими гидроузлами, а также переброска воды с Кадыковского карьера в систему водоснабжения Севастополя, сообщил Вадим Павлов. Первоочередные мероприятия позволят обеспечить дополнительно Крыму около 22,5 тысяч кубических метров воды в сутки, Севастополю не менее 18,5 тысяч кубометров воды в сутки. Кроме того, после строительства водозабора на реке Бельбек, которое планируется завершить в марте 2021 года, Севастополь сможет дополнительно получать порядка 40 тысяч кубометров воды в сутки. Еще три мероприятия на сумму более 10 миллиардов рублей уже включены в ФЦП. Остальные пункты плана на сумму 32 миллиарда рублей носят среднесрочный и долгосрочный характер и будут включены в программу за счет перераспределения финансирования по другим объектам и продления программы до 2025 года, рассказал Вадим Павлов. Он уверен, при реализации всех мероприятий плана проблема водоснабжения Севастополя, Симферополя и других вододефицитных районов полуострова будет решена в полном объеме и долгосрочной перспективе. Вице-премьер Марат Хуснулин сообщил, что хочет лично выехать в Крым и Севастополь, чтобы проконтролировать, как решается проблема с водоснабжением. Об этом он заявил во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным. Работаем в ежедневном штабном режиме со всеми участниками заинтересованными. Прошу ваше поручение выехать в Крым в ближайшее время, чтобы лично осмотреть ход реализации плана, посмотреть, как развернулись строители, как идет проектирование, чтобы повторно вам доложить. Берегите воду. В Севастополе объявили конкурс на разработку лучшей социальной рекламы на тему бережного отношения к дефицитному ресурсу. Предлагать свои идеи могут общественные объединения и организации, творческие коллективы, образовательные учреждения, молодые художники, фотографы и все желающие. Заявку на участие нужно успеть подать до 8 ноября. Работы будут рассматривать в четырех номинациях – социальный плакат, листовка, видеоролик и произвольный формат. Участники конкурса, школьники, студенты, активисты смогут рассказать и своим сверстникам, и общественности, о ценности воды, о необходимости беречь ее и природу в целом, о важности проведения экологических акций и о культуре разумного потребления природных ресурсов. Уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай призвал горожан ответственнее относиться к потреблению воды. Важно не быть просто потребителем воды. Важно быть человеком, небезразличным к проблеме. И простой пример – чистка зубов. Когда человек при чистке зубов включает воду. Если ее выключить, сэкономится как минимум литр воды. Умножаем это на количество людей в Севастополе и также умножаем на два раза в день, утром и вечером. Уже бешеная экономия. Директор водоканала рассказал, что в Чернореченском водохранилище осталось чуть более 15 миллионов кубометров воды. Этого хватит всего на два с половиной месяца. Несмотря на то, что власти предпринимают действия по обеспечению города водой, важно каждому учиться рационально использовать ее. Николай Перегуда призвал севастопольцев заменить неисправную сантехнику, так как неоднократные проверки многоквартирных домов показали значительную утечку ресурса. На квартирные дома, которые ночью все спят, окна темные, открываем колодец канализации. Первый выпуск – течет чистейшая вода по лотку канализации. Значит, пропускает сантехприборы домов. И обращаюсь ко всем квартиросъемщикам, ко всем владельцам, ко всем примите меры по регулированию ваших сантехприборов. Потому что большой объем потерь происходит через ваше устройство. Николай Перегуда отметил, что каждый день 16 бригад круглосуточно устраняют утечки. За последние три года в городе заменили 68 километров аварийных сетей. Мы за сентябрь смогли снизить за счет регулирования системы напорных трубопроводов, частностных преобразователей на сортной станции, мы снизили потери воды в сети до 30%. Федеральным центром деньги выделены на ближайшие три года, большие суммы на перекладку сетей аварийных. И мы надеемся, что те участки, которые нам приходится латать, ежедневно ремонтировать, в году по два-три раза мы их перевожим на новые современные трубопроводы. Заявки на участие в конкурсе социальной рекламы можно подавать почтой по адресу улица Ленина, 39 или на электронный адрес Организационного комитета медиацентра 92 собака gmail.com. Итоги конкурса подведут с 12 по 15 ноября. Выигравшие работы будут транслироваться в местных СМИ на большом экране на площади Нахимова и на других плазменных панелях в городе. Коронавирусный обман. Мошенники предлагают россиянам покупать фальшивые справки об отсутствии коронавируса. Для борьбы с ковид-злоумышленниками севастопольские парламентарии предложили создать федеральную электронную базу учета тестируемых на наличие инфекции. Это действительно облегчит и порядок прохождения этих процедур и установит действительно какое-то защищенное поле, может быть, для тех, кто делал. Депутаты законодательного собрания Севастополя разработали проект в начале пандемии. Поводом послужили обращения предпринимателей города о необходимости единой формы учета результатов тестирования на коронавирус, доступной для врачей. Предлагается отказаться от бумажных справок и перейти к электронной регистрации. Однако у инициативы нашлись противники среди севастопольских парламентариев, обеспокоенных возможной утечкой персональных данных. Документ внес на рассмотрение, в том числе спикер законодательного собрания города Владимир Немцев. Безусловно, любая база, электронное несовершенство, но все электронные базы, которые касаются медицинских обследований, все достаточно серьезно защищены и доступны только для специалистов, которые имеют право доступа к этой базе. При положительном решении депутатов обращение законодательного собрания Севастополя могло быть направлено в правительство Российской Федерации. Однако соответствующее решение так и не было принято. За 11 против 0 воздержалось 3. Не принято. Трещины на домах, плачевное состояние асфальта и детских площадок. 21 октября жители Ленинского района рассказали о проблемах своих дворов депутату законодательного собрания Сергею Колбину. На что жаловались люди и как эти проблемы, знакомые многим севастопольцам, можно решить, разбиралась София Драговоз. Дом номер 28 по улице Генерала Лебедя, хоть и находится в Ленинском районе, обсуживается управляющей компанией Балаклавского района. Около двух лет назад местные жители сами выбрали эту организацию, посчитав, что предыдущая со своими обязанностями не справляется. И действительно, работа стала выполняться гораздо лучше. Регулярно производится уборка. Два года назад был выполнен ремонт подъездов. Год назад установлена детская площадка. А совсем недавно еще и спортивная зона. Однако с уборкой есть сложности, как выяснилось, независимая от самой управляющей компании. Деньги правительство Москвы выделило на строительство этих площадок, но мы до конца не урегулировали отношения между жильцами и муниципалитетом. То есть для того, чтобы ее кто-то убирал, эту детскую площадку, она должна быть на балансе. Жители неохотно идут на встречу в решении данного вопроса, потому что ходит такая молва, что за уборку и за обслуживание нужно будет платить деньги. Но если площадка находится на придомовой территории, как это чаще всего и бывает, оплата ее уборки уже входит в сумму, которую вносят жители за содержание жилья, объясняет Сергей Глебов. Дополнительные средства могут понадобиться только в случае, если какие-то элементы выйдут из строя, и их придется ремонтировать или менять. Работает своя управляющая компания УК «Довольный» и жители дома номер 15 по улице генерала Коломийца. После недавней смены директора, им теперь является Михаил Бутин, на запросы жители стали реагировать быстрее, а работу выполнять качественнее. Кроме того, недавно по программе благоустройства города во дворе обновили асфальтовое покрытие. Правда, одновременно с этим у подъездов исчезли скамейки и урны. «Подрядчик обещал нам восстановить это все. Почему? Потому что жильцы возмущались, как скамейки есть, их убирают. Почему убирают? А он говорит, мы восстановим, у вас будут новые скамейки, все хорошо. Работы закончились, и все на этом это самое. И после этого нам потребовало благоустройство города, чтобы мы предоставили фотографии. Мы говорим, подождите, как фотографии? Мы же не знали, мы же фотофиксацию не проводили. Нет, но в результате жильцы нашли архивы, мы предоставили фотографии, и после этого все закончилось». Проблему ранее уже пытался решить депутат законодательного собрания Сергей Колбин. После его обращения кое-где у подъезда все же появились скамейки, точнее их каркасы. Урны на места не вернулись. Возникшие практически сразу проблемы с новым покрытием не были устранены. «В некоторых местах мы имели с вами возможность сегодня наблюдать. Провалился асфальт, нам рассказывают. Это такая геологическая структура грунта. Но 40 лет до этого же асфальт в районе колодца и люка канализационного стоял. Значит, не так все страшно». Сергей Колбин намерен добиться того, чтобы на некачественную работу подрядчика компания «Доринвест Крым» обратила внимание управления благоустройства департамента городского хозяйства, и все недочеты были устранены. О внимании управления благоустройства мечтают и жители дома номер 5 по улице Силаева. «Дому нашему уже 51 год, ремонта в нем не было, проблем накопилось много. То, что сделано у нас во дворе, мы за это очень благодарны, но это тоже нашими усилиями как бы достигнуто. По дому идут трещины, фасад давно требует ремонта». Одна из самых серьезных проблем – постоянно растущие трещины, появившиеся на доме несколько лет назад. Два крайних подъезда постепенно отделяются от основной части здания. «У людей практически идет деформация дома, и подъезд проседает в подвал. Дела никакого нет. Мы здесь были с представителями управляющей компании, мы были в этом подвале, но мало что изменилось, к сожалению. На сегодняшний момент, благодаря небезразличным людям, они здесь живут, конечно, они небезразличны. И управляющим компаниям, тем руководителям, которые пришли, у нас потихоньку-потихоньку налаживается взаимодействие». Если для капитального ремонта дома необходимо включение в специальные программы и выделение значительных средств, то более мелкие, но мешающие комфортной жизни проблемы вполне можно решить силами управляющей компании, уверен депутат. Так, две лестницы, ведущие к детской площадке, находятся в аварийном состоянии и явно травмоопасны. На эти объекты Сергей Колбин также пообещал обратить внимание обслуживающей организации. София Драговоз, Дмитрий Лилека, Севинформбюро. Десять заброшенных севастопольских кладбищ внесли в городской реестр по результатам инвентаризации. Это позволит привести территорию в порядок и установить элементы благоустройства на захоронениях. По словам исполняющего обязанности директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова, ранее кладбище не ремонтировались десятилетиями. Включение в реестр позволит и развивать захоронение на территории города, потому что мы включаем туда третью очередь пятого километра кладбища, это шесть гектар земли, которая развивает кладбище, и соответственно содержать, приводить их в нормативы и безопасность, которые сегодня требуют со стороны контроля национальных органов. После включения кладбищ в единый реестр за их состоянием будет следить государственное бюджетное учреждение «Специализированная служба по вопросам похоронного дела Севастополя». Ученые выяснили точный возраст плотана Паласа, растущего в селе Терновка. В начале октября обследовать дерево по всероссийской программе «Деревья, памятники живой природы» приехали московские специалисты, сотрудники компании «Здоровый лес». С помощью специального приростного бурава удалось взять пробы из ствола растения с минимальным для него вредом. Извлеченный деревянный стержень переправили в Москву, где с помощью сверхточного оборудования посчитали древесные кольца и определили точный возраст дерева – 230 лет. Это означает, что название плотан Паласа в честь известного российского и немецкого ученого, географа и путешественника было дано дереву действительно не просто так. Ранее этот факт вызывал сомнения. Можно однозначно утверждать, что этот плотан был посажен Петром Симоновым Паласом, потому что территориально он расположен в границах усадьбы Паласа, а участок, который принадлежал выдающемуся ученому, можно с ним ознакомиться в архиве, в республиканском архиве в городе Симферополе. Очевидно, был посажен в 5-6 летнем возрасте, потому что с 1796 года практически постоянно ученый проживал в Шулево в своем имени и до начала 19 века. После исследования плотан был включен во всероссийский перечень старовозрастных деревьев, а ранее в сентябре 2019 года на основании законопроекта вошел в список особо охраняемых природных объектов Севастополя. Его состояние специалисты оценили на «отлично», а значит, дерево вполне сможет прожить еще сотни лет, оставаясь живым памятником природы. А к этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севин Форумбюро. Телефон редакции 590060, а также мобильный, плюс 7 978 931 31. Уточнить информацию или же оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdefis.tv.com. Ждите новостей, до встречи, хорошего дня!